В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Завьяловский пруд вошел в губернаторскую программу «Сто прудов и озер». Соберут мусор с поверхности водного объекта. На Березовой улице продолжается строительство новой поликлиники. На данном этапе на площадке 95 рабочих монтажников находится. В поселке Развилка оборудовано два новых тротуара. На самом деле напрашивалась эта тропинка давно уже. С 2021 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реализуется программа «Сто прудов и озер». На сегодняшний день в Московской области расчистили уже 152 водоема общей площадью почти 700 гектаров. В этом году в программу вошел Завьяловский пруд – живописное водохранилище, находящееся в притоке реки Бица. Но прежде чем приступить к основным работам, необходимо провести санитарную очистку берега водоема. С этой целью на Завьяловский пруд прибыли рабочие муниципальных организаций «Дорсервис» и благоустройство, а также сотрудники отдела защиты окружающей среды администрации Ленинского городского округа. Происходит подготовка береговой линии Завьяловского пруда для расчистки акватории в рамках государственной программы Московской области «Сто прудов и озер». Специализированной организацией будет проведена расчистка водной глади. Соберут мусор с поверхности водного объекта и расчистят берега от камышей, от повальных деревьев. Также в перечне работ входит очистка дна от бытового и строительного мусора. Проведение основных мероприятий на Завьяловском пруду запланировано на вторую половину лета. Жители Ленинского городского округа выбрали пруд в качестве объекта для участия в программе «Сто прудов и озер». В ходе голосования на портале Добродел. На Березовой улице продолжается строительство новой поликлиники. Семиэтажное здание учреждения здравоохранения площадью около 10 тысяч квадратных метров рассчитано на 750 посещений в смену, что значительно упростит получение медицинских услуг для взрослых и детей. На сегодняшний день на объекте уже завершены монолитные работы, возведение внутренних стен и перегородок. Сейчас рабочие приступили к штукатурке стен, стяжке, к устройству кровли, демонтажу инженерных коммуникаций, сетей внутри и снаружи здания. На данном этапе на площадке 95 рабочих монтажников находится, и плюс 10 ТР по своим направлениям, и 5 единиц техники. В ближайшее время начнется монтаж фасада из прозрачных стеклянных конструкций. Проект очень интересный, и в нашей компании уже не один десятка проектов реализованы, поэтому как таковых сложностей нет, все идет по планам, по проектной рабочей документации. В новой поликлинике предусмотрены отдельные входы для детского и взрослого населения, кабинеты для узких специалистов, комфортные зоны ожидания, а также дневной стационар и отделение травматологии. По контрактным срокам сдача медучреждения планируется летом следующего года. В Подмосковье продолжается программа «Народные тропы», направленная на обустройство пешеходных дорожек, которые были проложены людьми в обход асфальтированного тротуара. Два новых маршрута было оборудовано в поселке Развилка. На территории около домов 40 и 44 поселка Развилка местными жителями были проложены тропы, которые позволяли преодолевать привычное расстояние от дома до школы или работы за более короткий срок. Во время снега или дождя такая стихийная дорога становилась непригодной для использования. Это так и называемые «Народные тропы». Чтобы их облагородить, сделать нормальными, удобными, чтобы в них не стояли лужи, в администрации города, правительство Московской области будет решение сделать асфальтировать. Еще следующий дом, 44, там тоже такая же есть территория, там тоже есть такая же тропинка, которую также будем асфальтировать. Люди отметили, ходить привычным путем по асфальтированной дороге будет комфортнее. Наконец-то, раньше тоже думали, все смотрели, где прокладывают дорожки. Там, где ходят, протаптывают, там их и прокладывают, правильно? А здесь даже пытались ее засыпать и травой засеять, но все равно люди продолжали ходить. Ну и вот, слава богу, как говорится, наверное, дошло. С автобуса выйдешь, идешь вот сюда, до угла, как говорится, обходишь, а здесь напрямую. На самом деле, напрашивалась эта тропинка давно уже. Там давно все ходят по глине, так что, я думаю, очень своевременно и полезно будет и мне, и остальным. Программа «Народная тропа» действует с 2021 года. С ее помощью привычные для людей маршруты обустраиваются, становятся комфортнее и позволяют сократить путь уже по благоустроенной дороге. Инга Инчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД России по Ленинскому городскому округу по подозрению в совершении серии краж из частных домов задержаны двое жителей Люберецкого городского округа. Один из них ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичные преступления. С октября прошлого года злоумышленники путем отжима окон или входных дверей проникали в домовладение во время, когда хозяев не было. Проникнув внутрь, они забирали все самое ценное – деньги, ювелирные украшения, наручные часы, ноутбуки, фотоаппараты, после чего тем же путем покидали жилища. Правонарушители совершили четыре кражи на территориях Хмытищинского, Ленинского и Химкинского городских округов. Общий ущерб составил около полутора миллионов рублей. По данным фактам, следственными органами МВД возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. А воровали где? Что? Сам лично ничего не делал. В России послушал, доверился. Влип. Ну все. В ходе обыска квартир, задержанных, изъята часть похищенного имущества. Также полицейскими установлен ломбард, куда злоумышленники сбывали краденое. При проведении обыска там были обнаружены и изъяты некоторые похищенные вещи. Видновским городским судом злоумышленникам избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Первый областной конкурс для многодетных матерей под названием «Имя ее мама» прошел в Мытищах. В финале соревнования выступили восемь участниц. Две из них представляли наш Ленинский округ. Участвовать в конкурсе «Имя ее мама» могли все многодетные мамы Московской области. В ходе отборочных туров участницы демонстрировали свои семейные традиции, методики воспитания и таланты в различных областях. Конкурс состоял из шести этапов, последним из которых стал финал. Этот конкурс, как и многие другие, он раскрывает те возможности, которые есть у женщин. Показывает, что женщина способна на многое. Главная цель проекта – поддержка Института материнства и детства, популяризация семейного творчества и здорового образа жизни. Елена Смагина, мама пятерых детей и бабушка троих внуков из города Видное признается, что конкурс сблизил не только ее семью, но и остальных участниц. Это колоссальный опыт, это колоссальный труд. И если сравнивать всех, мы, наверное, уже все как одна большая семья, как одна большая компания. Мы продолжаем друг за другом фразы, мы присматриваем за уже практически родными детьми. Вторая участница, представлявшая наш округ, также мама пятерых детей, известная в городе рукодельница и мастерица. Она увлекается вязанием, плетением корзин и флористикой. Полина поделилась своими впечатлениями о подготовке к мероприятию. Так как я никогда не занималась танцами, мне пришла в голову идея, а попробую-ка я танец. Это было очень сложно. Мы с дочкой два с половиной месяца учили танец, но в итоге получилось. Организаторы конкурса, благотворительный фонд социальных программ «Исток» при поддержке Союза женщин России хотели показать, какие талантливые, умные и инициативные женщины живут в Подмосковье. Дмитрий Книга, Елена Замятнина, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. В Видновском центральном парке состоялось очередное развлекательное мероприятие для детей и их родителей. Интересная и зажигательная программа, как всегда, порадовала самых маленьких жителей Ленинского округа. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Центральный парк – любимое место отдыха жителей Видного. Здесь постоянно проводят разные мероприятия для детей и взрослых. Например, каждую пятницу сотрудники парка организуют детский праздник с танцевальной программой, аниматором в костюме, проводят мастер-классы. Это мероприятие стало традиционным. Детям очень нравится, родители тоже довольны, что можно провести время на свежем воздухе с пользой и повеселиться. Местные жители давно полюбили подобные детские праздники, стали постоянными гостями. А в солнечную теплую погоду посещать такие мероприятия вдвойне приятно. Мы стараемся каждую пятницу сюда приходить и играть с аниматором. Очень все нравится, интересно, все очень здорово. Почаще мы такие устраивали здесь мероприятия. Спасибо большое тому, кто организатор этих выступлений. Спасибо большое вам. Спасибо большое всему хорошему и всему доброму. Юные гости вместе со сказочным персонажем от души повеселились на сцене Видновского центрального парка. Приходите со своими детьми в следующую пятницу и станьте частью культурной жизни Ленинского городского округа. Юлия Стаферова, Алексей Стафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok